Приветствую вас. У вас довольно объемный текст получился исходя из вот собственно ситуации, поэтому весь его пожалуй я читать не буду. Скажу только в общих чертах, что значит вот вы здесь пишите, что я вынужден обратиться за компетентным советом, поскольку данная проблема у меня длится на протяжении двух лет и я не знаю как найти выход из ситуации. Ну если проблема длится на протяжении двух как вы говорите лет, то советы здесь не помогут. Здесь нужна именно что беседа, вот здесь нужна именно что психотерапевтическая беседа, вот в которой вы смогли бы как бы ну прочувствовать себя лучше. Вот. Ответы на такого рода вопросы, есть ли смысл продолжения отношений с девушкой, да, которая не может понять чего хочет. Ну это самое наверное худшее, потому что вне зависимости от того, что мы вам скажем, вы все равно либо будете видеть смысл вот в этих отношениях. Кроме того, на мой взгляд, ваши отношения, к сожалению, больше напоминают некую такую иллюзию, да, потому что вы встретились на свадьбе у друга, на свадьбе в другом городе с девушкой. Вот. Значит пригласили ее, пригласили ее на танец, искра и поняли, что между вами проскочила искра, вот. Ну как вы это поняли, не совсем понятно. Далее по тексту вы будете говорить, что девушка вам косвенно намекала на свои чувства, вот. Косвенно даже говорила о любви к вам, что она вас полюбила. Но так же вы будете писать о том, что вы там могли промолчать, да, достаточно легко вы могли, значит, не ответить ей. Вот. И так далее. И возникает невольно, по крайней мере у меня невольно, возникает вопрос о том, насколько искренним вы можете быть вообще. То есть насколько у вас развита вот эта вот тенденция к искренности. Потому что в какой-то степени, извините, но мне показалось, что вы больше живете вот в некотором таком, я бы сказал, чуть-чуть, чуть ли не вымысленном мире. Потому что вы, ну, у вас много где есть вот эта вот история, что мне показалось, значит, как вот мне там кажется, да, и так далее. То есть вот об этом, в принципе, вы как бы, как бы, ну, говорите. Неоднократно причем вы об этом говорите. Вот. И такое ощущение, что вот вы делаете то, что вот в психологии называется перенос. Когда человек, значит, как бы экстраполирует, то есть переносит, проецирует на внешнюю историю то, что ему там, условно говоря, хочется, хочется вот самому, да. Поэтому это в купе с тем, что вы, ну, скажем так, может быть склонны к тому, допустим, чтобы себя винить. То есть, как бы, вы говорите, что я виноват, там, ну, ну, в чем-то я виноват, да, вы говорите. Вот. А это все о некоторых, о некоторых внутренних ваших конфликтах, как мне кажется, свидетельствах, вот. И, соответственно, с этим нужно, с этим нужно, в первую очередь, наверное, наверное, и разбираться. Вот. Также, как будто вот вы довольно резко меняетесь. В первую очередь, в первую очередь, с начала вы говорите, что вот человек, который, ну, который, по факту-то, для меня, чужой, да, лезть ко мне в душу, там, с допросом и так далее. И, как ни странно, вы правы. Это действительно нарушение личной границы. Но, с другой стороны, вы, когда уставали, вы не отвечали ей на ее сообщение и довольно часто выбирали просто молчать, тем самым оставляя недоговоренно. Поэтому я думаю, что ваши определенные внутренние конфликты, которые у вас есть, может быть, это какая-то страйка, может быть, это какая-то неуверенность, может быть, это что-то еще. Сейчас об этом сказать довольно сложно, потому что кроме вот некоторой, ну, кроме некоторой такой тревожности, да, и, может быть, немножечко вот такой мнительности, надуманности, я бы сказал. Ну, еще, еще можно, наверное, упомянуть то, что вы, вот, с девушкой, скорее всего, видите, его образ, потому что, так я, как я понял, вы, в принципе, в принципе, не так много, как бы, с девушкой-то общалась вообще. То есть, ну, да, по переписке, да, по переписке вы не общалась, это правда, но, как бы, по факту, вот, есть ощущение, да, что он, ну, что это больше образ такой, вот, что вы образ больше видите, девушки не общались. Это больше, чем, 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 чем реального человека, вот. Как мне, опять же, показалось, конечно, могу быть не прав, не прав, не прав, не прав здесь. Вот. Понимаете, да? Поэтому, эм, это проявляет в том, что у вас наручена коммуникация. Вот. Это проявляет в том, что у вас наручена коммуникация. И из-за этого вам сложно выстраивать отношения. И, вероятно, из-за своей склонности к таким вот полунамекам и уталиваниям, и, может быть, я бы сказал, не совсем искренне, что, да? А вы, вероятно, вероятно, я, как бы, ну, не претендую на истину, потому что я не знаю. Я сейчас просто предполагаю только. Вот. Вы сближаетесь, вы сближаетесь с человеком, который, ну, вот, по сути дела, так же, как и вы, так же, как и вы. Склонен к таким вот, к такой коммуникации. То есть коммуникация полунамек. Вот. И, в общем-то, как, наверное, можно предположить, да, что хорошего из этого особо ничего не получается. Потому что недомотка, обвинение и прочее. Вот. Ну, например, девушка вас, по сути, сейчас, получается, обвиняет, да, в том, что, там, что никаких чувств не будет тогда. То есть, по сути, у неё сейчас вся, грубо говоря, власть, да, 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 то есть вы, как бы, вот, ну, вот, передали власть над своей жизнью, вот. Вот. А именно за счёт, вот, вашего чувства вины перед ней. Вот. Ну, как бы это, вот, хорошего в этом спрос на самом деле ничего нет. Для вас, для вас и для неё. Вот. Поэтому, мне кажется, что вам бы поработать с искренностью, вот, в первую очередь своей, вам бы, получится бы несколько, да, коммуникаций, вот. И посмотреть на свои противоречия, вот, которые у вас есть, ну, которые у вас есть. И это могло бы облегчить, существенно облегчить твоим взаимоотношения с девушкой и решить для себя самого, если смысл продолжения, вот, собственно, отношений вот этих вот. Вот. Такая вот история. Ну, и с чувством вины Александр поработать тоже нужно. Потому что чувство вины это следствие нарушения личных границ. Вот, если будете нарушать свои личные границы или будете позволять это делать другим людям, то хорошего из этого ничего не выйдет. Вот. На этом всё. Надеюсь, что пойму к вам. Буду благодарен за обратную связь, по моему ответы, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Продолжение следует...